Всем привет ребята! Мы продолжаем играть в игру Храбрые Коротышки. Если вы не видели первую серию, то обязательно посмотрите ее и тогда вы поймете, что же это за игра. Хотя, я вам все и так расскажу. У нас есть отряд Храбрых Коротышек, который находится справа. По велению короля они должны пройти через большое количество уровней, через леса, горы, ущелья, реки. Или сражаться с большим количеством вот таких вот злодеев, разбойников, наверное и монстров, которые будут встречаться им. Это отряды, которые находятся слева. Но наша задача им помогать, расстанавливать их так, как они были более мощными, улучшать их уровни. В общем, думать, думать и еще раз думать, чтобы выиграть. Поэтому рекомендую вам не только смотреть эти видео и ставить лайки, конечно же. Но играть в эту игру, потому что эта игра будет полезна для развития вашей логики. Здесь большая нагрузка идет на логику, на стратегию. Поэтому играйте в нее и обязательно развивайтесь, ребята. Я очень хочу, чтобы вы все были умненькие, здоровенькие и все у вас получалось. Вот сейчас начинаем бой. Мы можем уже замораживать. Это умеет наш маг. Монахи, которые уже умели, к сожалению, восстанавливают жизни и защищают монахи и друиды. Ну а мы проигрываем. Не расстраивайтесь, если я буду проигрывать или вы, когда будете играть, будете проигрывать. Это нормально. В этой игре так и рассчитано, чтобы вы проигрывали и зарабатывали новые монеты. Как в этот раз. Ребята, хочу сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся на призыв о помощи в названии нашего отряда. Я решил его назвать отряд добра. Пожалуйста, не обижайтесь те, кто предложил другие названия. Просто я решил это потому, что, смотрите, с тем, с кем наши сражаются ребята, они злые. Соответственно, наши добрые. Отряд, отряд. Поэтому будет отряд добра. Итак, отряд добра у нас проиграл в прошлом уровне. Сейчас будем стараться сделать так, чтобы он не проиграл в этом. Расположили магов внизу. Так, мушкетчиков нужно, наверное, пониже опустить немножко, чтобы они попадали по этим злодеям с дубинками. Лучники у нас сверху, чтобы стреляли им по головам. Ну и, конечно же, мечники с топорчиками будут впереди. Так, а еще нужно подумать так, чтобы как можно больше людей защищал у нас друид и монах. Так, замораживаем скорее. А, не успели заморезать до удара. Но ничего. Сейчас посмотрим, как будем дальше продвигаться. Лучники пока успешно стреляют. Друид успешно лечит. Так, так, так. Давайте, давайте, ребята. У вас все шансы есть, чтобы выиграть и победить в этом уровне, наконец-таки. Да, нас осталось много. А вот всего лишь один. На, получай. Кто еще сражается как? Все, ура, мы прошли и заработали еще одного секирщика и 2000 монет. Так, сейчас мы с вами проходим темный лес и переходим в 11 уровень. Интересно, что нас будет ждать там. Нас будет ждать новый воин-секирщик, которого нам нужно разместить. И еще я вижу, вон говорит, восклицательный знак. Это значит, что мы можем улучшить кому-то уровень. Ну и, конечно же, нас ждут новые враги. Это такие же топорчики, как наш, только в шлемах. И дядьки, судя по всему, которые будут кидать нас копии. Посмотрите, какие они суровые. Ой-ой-ой-ой. Ну ладно, посмотрим. Мы тоже, хоть и добрые, но тоже суровые, ребята. Правда ведь? Ребята, для меня, еще раз говорю спасибо всем, кто писал комментарии. Очень важно ваше мнение, поэтому обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии, либо дизлайки, если вам это видео не нравится. Мне оно нравится, но, может, не нравится ребятам, которые поменьше. Которые хотят, чтобы я там всякие игры играл, там, детские. Или, наоборот, которые постарше, которые хотят, чтобы я играл в Майнкрафт. Мне хочется так играть, чтобы мне эта игра нравилась, и тогда я буду комментировать так, как мне это интересно. Но в то же время, мне важно, чтобы было ваше мнение. Если никому не будет нравиться такая игра, допустим, как Крабр и Харатышки, я играть не буду в нее. Для кого я в нее буду играть? Для себя тогда я буду играть молча и не записывать ее. Так, ладно, не отвлекаемся, в бой. Заморозили дядьку, который кидает копьями. Давайте, мечники, давайте. Ух ты, какие эти топорчики, вы видели? Они за один удар, за два удара наших всех. О-о-о, я чувствую, мы на этом раунде застрянем достаточно надолго. Кстати, ребят, игра очень сложная. Попытайтесь в нее поиграть, потому что очень хорошо она развивает вашу голову. Тут нужно очень хорошо думать и размышлять. Так, увеличим уровень кому-нибудь из ребят. Давайте мушкетчиком увеличим. Поэтому рекомендую. Она напоминает чем-то даже такие логические игры, как шахматы. Потому что здесь столько вариантов, как расположить этих воинов, как они должны бить, кому улучшать уровень. Очень большое количество. Поэтому старайтесь, играйте и развивайтесь вместе с этой игрой. Давайте, давайте, давайте. Есть, мы почти всех топорчиков этих победили. Так, чуть-чуть осталось. Давай, лучник. Так, заморозим второй раз скорее. Это вот дядьку с копьем, а то он закидал нас уже. Давайте, давайте. Ай, чувствую. Есть, сейчас мы победим. Ух ты, какой-то новый маг в красном. Интересно, что он у нас может делать. Так, переходим на 12 уровень и узнаем, что там может делать этот маг. А, он у нас умеет кидать огненный шар. Интересно, насколько мощный этот огненный шар. Судя по всему, в любого, кого захочешь, он может попасть. Так, давайте же его разместим скорее. Так, так, так. Куда мы его разместим? На голову синему магу. Давайте на голову синему магу и улучшим кого-нибудь. Кого-нибудь, наверное, мечников. Опять. Так, ну что. Попытаемся. Посмотрим, насколько сильный противник в этом уровне. Так, огненный шар. Неплохо, но не убил в первого раза. Хотелось бы, конечно, чтобы он убивал в первого раза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то тяжело нам. Тяжело нам сражаться. Давайте, ребята. Заморозили одного. Отлично. Вы это видели? Маг палкой ударил и победил Вот это да, такого еще не видел Как здорово, Маг просто суперский Так, мы перешли в следующий уровень Так, надо разместить топорщика и монаха Я прям под впечатлением, как Маг победил Ладно, так, соберемся, смотрите, ребята Здесь вообще супер мощные какие-то дядьки уже с молотами Если топорчики эти сильные будут, то с молотами, наверное, и подавно Поэтому нам обязательно нужно разместить монаха так, чтобы он защищал как можно больше Так, у нас есть, это будет у нас второй монах и один друид Куда бы его разместить, это вопрос, конечно На самый верх, на самый верх, наверное Наверное, на самый верх Чтобы они через одного защищали, друг другу подкреплялись А топорщиков пониже, чтобы они больше урона наносили Так, друиды тоже наверх разместим, чтобы все-таки секирщики Тоже много урона по нижним уровням наносили А потом уже, когда их убьют, чтобы друиды и монахи защищали как можно больше Так, что опять будем мечников улучшать Я всегда зачастую пользуюсь такой стратегией Улучшать того, у кого улучшение дороже, пока у нас есть деньги Потому что более дорогое улучшение делает более сильными наших бойнов Так, применяем сразу магию Бьем по тем, кто стреляет, потому что они вредные Так, так, вот теперь у нас будут защищаться как можно больше Солдат Так, 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 давайте, 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 давайте Мне кажется, мы даже с первого уровня, с первого раза сможем пройти Ой Все оказалось не так легко Нас пощелкали как семечки Но благодаря этому мы разозлились И теперь будем щелкать как семечки их Так, у нас можно улучшить уровень И мы улучшим нашего красного мага Чтобы все-таки огненный шар был намного мощнее Так, и надо подумать, наверное, о том, чтобы расставить воинов Которые лечат и защищают друидов и монахов чуть пониже Чтобы наши топорщики как можно подольше жили Так, давайте, наверное, всех их переместим Монаха в самый низ Так Вот так, нет, не все Пускай все-таки монах один сверху останется Так, получайте сразу огненным шаром А сзади замораживаем вас Чтобы тут не стреляли Давайте топорщики Эх, 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 эх Не так легко, не так легко Вот они хитрецы Ставили сильных воинов на задние уровни Ничего Давайте, ребята, давайте, давайте, давайте Так, вот, сзакирщики тоже бейте Те, кто стреляет Молодцы Давайте, 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 давайте Ай, мы можем заморозить А, нам не понадобилось Мы и так победили Ура Ура Да, мы заработали 3000 монет Нового воина И переходим, наконец-то, в 14 уровень Интересно, что нас там будет ждать Так, здесь у нас новые воины Какие-то странные дядьки с такими вот То ли дубинками, то ли это какие-то маги У них на голову одеты шлемы с рогами Ничего страшного Мы их не боимся Сейчас мы подумаем, как с ними быть А как с ними быть, ребят, кто знает Кто не умеет делать Давайте расставим наших лучников По верхам Друидов чуть повыше поднимем Чтобы ситирщики могли доставать до этих топорщиков и остальных Так Еще добавим нам мага все-таки Чтобы как можно больше была защита нашему первому ряду И отправимся в путь Вперед Так, давайте Ага, они на нас с ледяными голубами сверху стреляют Какие вредные дядьки Сейчас, сейчас, сейчас Мы до вас доверимся Погучите у нас, чтобы голубами по нам не стреляли Давайте, 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 ребята Осталось чуть-чуть Мы их победим Мы их победим Уху Есть, есть, есть Я уже чувствую, как мы побеждаем И мы победили И заработали еще одного друида И три с половиной тысячи монет Ура Вот так-то 14 уровень нам дался в легкую Так, переходим в 15 уровень Уже еще чуть-чуть И мы перейдем в новый этап Так, у нас два новых воина Это красный маг Отлично будем стрелять почаще, наверное, этими шарами Огненными И, конечно же, друид Как можно быстрее будем восстанавливать здоровье Нашим храбрым Храброму нашему отряду добра Отряд добра Так, тебе куда-то нужно разместить нашего друида Куда же, куда же, куда же Давайте, наверное, чуть позади Позади его разместим Потому что первая линия у нас хорошо защищается Вот дальние линии у нас защищаются не так, как хотелось бы И так его разместим, чтобы как можно больше вокруг себя он лечил И еще, еще, еще Поставим, наверное, топорщиков наших пониже Потому что Три молодчика стоят Врага Нужно, чтобы им был достойный отпор Топорщики же у нас сразу троих бьют Лучше больше урона будет наносить Магов чуть пониже, чтобы Мушкетчиков чуть повыше Чтобы они попадали по двум линиям Зачем нам? Ну, потому что мушкетчики стреляли по Нижним ящикам Нужно, чтобы по второму и третьему А лучше по второму Чтобы как можно быстрее они убивали Врагов Так, и у нас можно улучшить, улучшить, улучшить Кого угодно Денег у нас много Кого мы улучшим? Давайте, может быть, нашего красного мага улучшим А давайте-ка мы с вами улучшим нашу защиту Улучшим наших монахов И нашего друида Для того, чтобы наших воинов-крабрых Как можно больше защищали и восстанавливали И, наверное, приступим к бою Вперед, вперед, вперед Так, так, так Как же мы сразимся? Так, сначала нужно будет Обязательно уничтожить Первый ряд обороны И заморозить этого Дядьку, который нас ледяными глыбами кидает И вперед, дальше, дальше, дальше Уже, ребята Держитесь А держаться нелегко Ой, как нелегко Ой, можно скорее опять заморозку И в огненный шар В огненный шар Скорее, получайте Немножко не успели Ой, нет Так, мы почти выиграли Ну, как сказать Почти Трое врагов осталось Так, немножко я Задержался с повторными заморозками И красным шаром В следующий раз нужно будет Быть повнимательней Так, так, так Перестановочка у нас небольшая В первом ряду И, наверное Защиту убирать, не убирать Наверное, на нижний ряд Все-таки поставить наших секирщиков Чтобы ударная волна у нас была Ну, немножко Помощнее Но защиту полностью не убираем Так Что еще можно здесь исправить Все-таки защиту во второй ряд Но секирщиков в самый низ Чтобы Топорщикам они нашим помогали Как же победить эту команду еще Да никак Вот так вот сейчас мы их победим Сразу заморозили И огненный шар Получи, дядька с копьем Вперед, ребята Давайте Держитесь 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 Так Нужно быть наготове Чтобы опять повторную заморозку применить Так 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 Давайте 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 Получайте Вот вам повторная заморозка И Огненный шар А теперь Попробуйте Попробуйте Отведайте Посоха нашего монаха Есть Мы выиграли Заработали Мушкетчика И 4000 монет И можем спокойно Себе приходить В шестнадцатый уровень Интересно Сколько нам времени Потратить На шестнадцатый уровень Ну здесь Старые Старые Добрые Докумые Только в новом составе И Тот же маг Тот же топорщик Тот же молодчик Еще Ну все Короче Ребят Мы ставим Нашего мушкетчика У нас теперь Наконец-таки Три мушкетчика Естественно Его наверное Оставить чуть пониже Надо Чтобы они по нижним рядам Стреляли А лучника Повыше А красного Мага пониже Чтобы его Пускай лучше синего Убьют мага А красный Пускай останутся Чтобы мы Использовали Огненный шар Так Небольшую перестановку Сделаем во втором Третьем ряду И будем улучшать Насколько Хватит У нас денюшек Так 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 Вот так Обязательно Переставили Интересно Как будет развиваться Наш бой Вроде бы Мне все Сейчас нравится Только мечника Зачем я мечника Переставил Вот так вот Эй Нет Мага Не нужно нам На первую На первую Линию обороны Так Мужкетчиков На первые Три Вот так вот Так Лучника Нужно не забыть Нашего Тоже Переставить Чуть пониже Мечника Одного Сзади Чтобы он Немножко Охранял Наших Этих Мага И Ой Монаха И монаха Так Так вот Когда же я уже Успокоюсь Переставляю Сейчас как попало Всех И ничего Хорошего Не получится Так Кого мы можем Улучшить Мечника Наверное Или магов Или топорщика Мага Конечно Улучшим Чтобы перезаряжаться И замораживать Как можно больше Этих Злодеев И пустимся Во все тяжкие Вперед В бой Ребята Замораживаем Дядьку Мага И По копейщику Он Потому что С первого раза Огненный шар Убивает Так 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 Давайте 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 Ребята Бой нелегкий Но вы справитесь Опять Разморозился Этот Маг Надо Скорее Ему Замораживать Давайте 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 Маги Ай Не успел Ни огненный шар Не успел Ни заморозить И все И мы Проиграли Моя Печатька Честно Говоря Я очень Не люблю Проигрывать Поэтому Вы не все Мои проигрыши Видите Ребят А проигрываю Я в этой Игре Очень часто Если бы Я все Все свои Проигрыши Размещал Здесь В игре Вы бы Наверное С ума Сошли Потому что Видео Мое Было Длиной Полтора Часа Вот Так То Если хотите Поставьте мне Дизлайк Но не такой Умный Как хотелось Бы А вы Наверняка Умнее У вас Головы Молодые И Вы Всегда Наверное Проходите С первого Раза Обязательно Кто играет В игру Пишите Комментарий Как вы Проходите Насколько Часто Вы Проигрываете И Если у вас Какая-то Стратегия Обязательно Напишите Будет Приятно Мне об этом Почитать И полезно Чтобы дальше Выигрывать Кстати Знаю Что есть Игра Храбрые Коротышки 2 Там Такие Более Интересные Этапы Чем-то Она уже Точно Напоминает Ударный Отряд Котят Поэтому Если вам Эта Игра Будет Нравиться Будет Набирать Много Просмотров И лайков То Естественно Я Проиграю Во вторую Часть И Проиграю Там Оговорка По Фрейду У меня Сейчас Была Так Ладно Усилим Первую Большим Количеством Защиты И Пустимся В бой Что у нас Получится Я даже Не знаю Но Что-то У нас Должно Обязательно Получиться Магов Чуть Пониже Что Все-таки Наш Огненный Шар Одного Мага Чтобы Огненный Шар Можно Было Использовать До Конца Так Скорее Замораживаем И Скорее Огненный Шар Получай Дядька Получай Получай Вот Вам Как Вам Наши Усиленные Защиты Мечники И топорщики Нелегко С ними Сражаться Да Так Так Еще Немножко Так Заморозили Огненный Шар Под Дядьки Под Дядьки С копьем Отлично 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 Ура Я чувствую Что мы Выграем В этом Уровне Давай Давай Мечник Какой Ты у нас Получай 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 Будем Его Замораживать Нет Давайте Его вручную Уже Добьем Его Маг Наверное Добьет Получай Нет 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 Давайте Все таки Используем Огненный Шар Ну и У этого Дядьку Он Свой Получай Есть И мы Победили И у нас Новый Воин Ментор Отлично Какой же Он Классный Мы Узнаем В Следующем Видео А мы Переходим В новый Каменный Этап Еще раз Ребята Если Вам Это Нравится Игра Поддерживайте Меня Лайками Поддержите Меня Комментариями Давайте Наберем Как можно Больше Просмотров И тогда Будем Проходить Дальше Всем Спасибо Огромное За Просмотр До новых Серий Пока Пока Субтитры